Здравствуйте, друзья! Как и обещал, продолжаем наши регулярные новости про смешанные единоборства. Сегодня 24 марта, сейчас на часах 11.30. Что мы имеем на этот момент? Имеем мы непонятную ситуацию с турниром UFC 249, но об этом подробнее. Даже Хабиб Нурмагомедов удивлен тем, что не знает места и дату. Он написал у себя в социальной сети Мы с Абдулло и Пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как насчет весогонки и места проведения боя. Такого я себе не представлял. UFC 249. Что ты такое? Написал Хабиб. Напомню, что весогонка начинается за неделю до поединка, а именно 11 апреля. Пока что ситуация такая, что не знаю где, не знаю когда. Во всяком случае для нас, болельщиков, мы о месте проведения не в курсе. Можно только пожелать им терпения и надежды на то, что все разрешится и все-таки турнир организуют. Абдулманаб Нурмагомедов рассказал, что UFC 249 может пройти в России. Отметил отличную форму сына и пообещал, что тренировки будут продолжаться и только усиливаться. Хабиб Пашет находится в хорошей форме, ждем куда вылетать. Хабиб уже находится дома и будет заниматься только дома. Сказал отец. Среди возможных мест проведения в России Абдулманаб упомянул три города, в которых можно собираться компаниями не больше 50 человек. И упомянул, что возможно в одном из таких городов как раз и пройдет турнир. Сами города Абдулманаб не назвал. Если получится так, что турнир и правда пройдет в России, то чувства будут смешанными. Сами посудите. С одной стороны, один из самых главных боев в истории UFC, если не самый главный бой, пройдет у нас на родине. А с другой, что толку, если на турнир нельзя будет прийти? При этом уже в другом интервью отец Хабиба рассказал, что у них стальные нервы, которыми обладает он и вся команда. Если бой все же пройдет при пустых трибунах, скажется ли это на Хабибе? Почему на нем это должно сказаться, рассказывает Абдулманаб? Разве есть люди, у которых нервы крепче, чем у нас? Хоть под водой, хоть в космосе. Хабибу очень важно провести этот бой. Семь лет Фергюсон не проигрывает. Мы чувствуем, что должны остановить его. Вот такие слова. Но судя по последним заявлениям Уайта, вот здесь, друзья, начинается самое интересное. Он все-таки нашел место проведения, хоть и не называет его. В интервью Кевину Айоли из Yahoo Sports Уайт сказал вот такие слова. Я знаю, где состоится турнир, но я еще не готов вам это сказать. Я знаю много вещей. Там не будет ни одного фаната. Это будет закрытое мероприятие. А вот что пишет Бретта Камото. По словам Даны Уайта, локация поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона определена на 99,9%. Он подтвердил, что Хабиб вернулся в Россию. Я также спросил, будет ли это полный карт турнира UFC 249 или сокращенный вариант. Он сказал, что будет полный карт. Написано в твиттере журналист Бретта Камото. Будем, друзья, до последнего надеяться, что все же увидим бой Хабиба и Фергюсона. С нетерпением ждем официальных заявлений от UFC и переходим к следующей новости. Напомню, что яркие нокауты и мощные баталии у наших друзей из Ван Экс, а еще самые быстрые, как удары Флойда Мейвезера, выплаты. И не забывайте про суперслово Антонов. Всю информацию вы найдете в закрепленном комментарии, а мы идем дальше. Артем Лобов хочет вернуться в UFC, как оказалось, с одной лишь целью. У него есть незаконченное дело с Зубайрой Тухуговым. Вот как раз ради этого поединка Артем и намерен организовать встречу с Уайтом. В своем интервью The Mac Life Артем рассказывает, что не намерен отступать от своих слов. Говорит, я бы определенно хотел это сделать. Вы знаете, что люди много говорят о том, что я сражаюсь с Зубайрой. Я все еще заинтересован в этом поединке. Все еще собираюсь пожертвовать каждый доллар от результата этого боя на благотворительность. И было бы хорошо сделать это в Дублине. Здесь же, друзья, уточню, что следующий турнир в Дублине запланирован на 15 августа этого лета. Артем говорит, что этот поединок нравится ему и нравится всем фанатам. Все, что я хочу, я бы хотел заключить сделку на один бой. Я не собираюсь зарабатывать на этом деньги. То же самое я сказал и UFC. Этот бой, который должен произойти, я бы просто пришел на один бой в ирландском Дублине. Рассказывает Артем. Что вы думаете о заявлении Лобова вернуться в UFC? И если, допустим, поединок организуют, как думаете, кто победит? Вчера мы с вами говорили про Кормье и Меочичи, про их трилогию. Сегодня Меочич появился в заголовках СМИ, но повод совсем не ММАшный. Напомню, что пока весь мир борется с вирусом, 22 марта в Хорватии случилось сильнейшее землетрясение, которое стало самым сильным для страны за последние 140 лет. Стипе Меочич обратился со словами поддержки к своему народу. Давайте послушаем. Я обращаюсь к моей семье, друзьям и каждому, кто пострадал от ужасного землетрясения в Загребе. Наступили по-настоящему пугающие и трудные времена. Просто знайте, что мое сердце вместе с вами. Мы оправимся и обязательно вернемся после этого еще сильнее, чем раньше. Я люблю тебя, Хорватия. Вы все воины, написал Меочич. Городские здания получили серьезные повреждения, как видите. На улицах образовались завалы из обломков, а многие машины просто раздавило под тяжестью обвалов. Действительно непростые времена во всем мире, но все это пройдет. Желаю здоровья вам, друзья, и вашим семьям. Спасибо, что смотрите. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok